Фрэнсис Фармер родилась 19 сентября 1913 года в Сиэтле в семье юриста и диетолога. Девочка была младшей, у нее были две сестры и брат. Когда Фрэнсис было 4 года, родители развелись. Дети с матерью переехали в Лос-Анджелес. Фрэнсис с детства была одаренным ребенком. В середине 1930-х годов, поступив в Вашингтонский университет на драматическое отделение, девушка принимала участие в студенческих театральных постановках. В 1935 году, выиграв студенческий конкурс, девушка получила приз – поездку в Советский Союз, после чего не раз подвергалась нападкам и обвинениям в симпатиях к СССР. В 1935 году Фармер подписала контракт на 7 лет с Paramount Pictures. Дебютировала Фрэнсис в кино в 1936 году в фильме «Слишком много родителей». Затем были фильмы с участием Фармера. «Ритм на кручах», «Приди и владей», «Высокая, стройная, красивая Фрэнсис» покорила публику своим талантом и стала новой кинозвездой. Актриса сама хотела выбирать себе роли, в чем ей отказывала кинокомпания. Фармер скандалила с продюсерами, отказывалась посещать голливудские вечеринки и практически не общалась с другими звездами. В 1937 году Фрэнсис, решив стать серьезной актрисой, бросила Голливуд и стала играть в театре. Вернувшись в Голливуд, актриса продолжала сниматься в фильмах и ссориться с продюсерами. Актриса пристрастилась к алкоголю. В 1942 году полиция Санта-Моники задержала Фармер за езду в нетрезвом виде из-за оскорбления правоохранительных органов. Через год актриса вновь оказалась арестована за нанесение телесных повреждений сотруднику и оскорбления и угроз судье. Фрэнсис отправили на обследование в психиатрическую клинику. Там у Фармер выявили шизофрению и стали лечить ее шоковой инсулиновой терапией. В течение 9 месяцев Фармер вводили в искусственную кому. Из больницы Фрэнсис удалось сбежать. Через время актрису вновь поместили в одну из клиник в Вашингтоне. Фармер заставляли сидеть в ледяной ванне, держали в смирительной рубашке. Через несколько месяцев, посчитав актрису здоровой, отпустили домой. Домой Фрэнсис не вернулась и скиталась по Америке. Арестованную за бродяжничество, некогда роскошную кинодиву, вновь поместили в психиатрическую клинику. Там ее лечили в течение 5 лет. В 1948 году над Фрэнсис решили провести новаторский эксперимент – трансорбитальную лоботомию. Фрэнсис Фармер изменилась. Актриса была замужем за актером Лейфом Эриксоном. У актрисы был роман с драматургом Клиффордом Одитсом. Несколько лет Фармер прожила с Альфредом Лобли, коммунальным работником. Фрэнсис Фармер, феномен США 20 века, талантливая и обаятельная, умерла в возрасте 56 лет от рака пищевода. На ее похороны пришли лишь 6 ее подруг. После ее смерти вышла автобиография, в которой Фрэнсис вспоминала об ужасах в клиниках. «Меня запирали в темной комнате, кишащей крысами, били, держали в ледяной воде». В 1982 году вышел фильм о жизни талантливой и обаятельной красавицы Фрэнсис. Главную роль исполнила Джессика Лэнг. Рот-музыкант Курт Кабин написал песню о Фармер. Фрэнсис отомстит Сиэтлу и назвал свою дочь в честь актрисы. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.